Ну, теперь люди подумали, хорошо, прибитый электрон мы посмотрели. А давайте теперь посмотрим, как частицы двигаются. Вот у нас, значит, есть дорожка, по которой частица может двигаться. Как эта волна, ну какая-то там волна, будет двигаться в каком-то направлении? Тогда люди сразу подумали, погодите, погодите, что значит волна двигается? Вообще, как можно с помощью волны описать электрон? Как можно сделать так, чтобы вообще электрон был где-то, а не везде, просто во всем пространстве? Люди подумали, значит, нужно создать из электрона не просто волну, а взять, сложить много разных волн с разной частотой. С такой, с такой. И получить какую-то интересную комбинацию этих волн. Комбинация этих волн, я нарисую ее чуть ниже. Получается вот такой. Получается, что электрон, и опять, я рисую волновую функцию. Получается, что электрон, он в каком-то смысле локализован. Он чуть-чуть, вы не можете сказать, где именно он находится. Но это лучше, чем сказать, что он находится вообще во всем пространстве, правда? То есть, можно сказать, что он локализован. Да, и вот эта штука называется волновой пакет. То есть, электроны летают в волновых пакетах. И когда люди изучали, ну, то есть, они там, эти волновые пакеты двигаются каким-то определенным образом, они расплываются постепенно. То есть, вы хуже и хуже знаете, где ваш электрон находится. Постепенно расплываются со своим движением со временем и так далее. Но главная интересная штука, которую люди поняли, что, оказывается, если вы электрон нарисуете вот таким образом, да, и решите электрон свой, вот прям сжать этот волновой пакет намного, как можно сильнее. То есть, сделать его вот таким, да, очень-очень тонким волновой пакет хотите сделать, чтобы он был в определенном месте, чтобы вы практически точно знали, в каком месте находится ваш электрон. Это сразу же делает ваш импульс, то есть, импульс – это масса умножить на скорость, да. Он делает неопределенным ваш импульс. Вы, зная, где находится электрон, вы сразу же не знаете, какая скорость у вашего электрона. Да, и вам приходится торговать импульсом за позицию и позиции за импульс. То есть, если бы я рисовал это на двух графиках, здесь у меня была бы волновая функция и позиция, здесь у меня был бы второй график, чуть пониже, волновая функция и импульс, то для вот такого, для вот такого очень локализованного электрона у меня получился бы импульс. Вопрос для вас какой? Второй вопрос. Для очень не локализованного электрона, то есть электрон, который находится везде, какой бы у меня получился импульс? И, наконец, последний вопрос. Для такого средне локализованного электрона, какой бы у меня получился импульс? А я вот на этот последний отвечу. Для средне локализованного вы можете так поторговаться, у вас получится импульс тоже средне локализованный. То есть, локализованный в смысле импульс, ладно, что это значит, не важно. То есть, вы можете наторговать так себе, чтобы у вас был электрон где-то находился, ну, плюс-минус вы можете сказать, что он где-то. Ну, и импульс был тоже не очень сильно размазанным. Да, ну и Хайзенберг придумал, что это все можно записать так. Дельта х, то есть неизвестность в х умножить на дельта п неизвестность в импульсе. Я напишу очень простое, там он придумал еще буквы всякие, я напишу больше нуля, да. Заметьте, что дельта х умножить на дельта п больше либо равно нулю, значит совершенно другую штуку, да. То есть, он написал строго больше нуля. Это самый простой способ смотрения на принцип неопределенности Хейзенберга. И что он значит? Он говорит о том, что вы никогда не можете одновременно измерить х так, чтобы эта штука была равна нулю. И p, то есть импульс, чтобы вот эта штука была равна нулю, да. У вас всегда, вы всегда должны, какой-то здесь должна быть цифра, которая не равна нулю, не равна нулю. И здесь должна быть цифра, которая не равна нулю, чтобы у вас была величина больше нуля, да. То есть, вы, короче, никогда не можете измерить позицию идеально, идеально, идеально точно, при этом не имея бесконечно размазанную скорость. Да, то есть, короче, вы, зная идеально точно позицию, не знаете совершенно скорость. Зная идеально точно скорость, не знаете позицию и что-то там посередине. Но никогда идеально точно вы две вещи одновременно померить не можете. Вот принцип неопределенности Хейзенберга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...